Движение Гетто Геймс зародилось в Риге в Гризенкаунсе и началось все именно с баскетбола. Поэтому этот вид спорта занимает особое место в фестивале. В свою очередь стритбол приобрел мировой масштаб. В этом году в Гетто Геймс в Енсполсе принимали участие команды из Польши, Украины, Чехии, России и Испании. Я приятно взволнован перед турниром. У нас в Испании нет такого фестиваля. Организаторы Гетто Геймс пригласили нас принять участие, рассказали, что будет много других команд и классные вечеринки. Это звучало классно и мы согласились. В тройку лучших попали только спортсмены из Латвии. Первое место отвоевала рижская команда Мэттспорт ЛВ, оставив позади команды Си Венус из Салдуса и Мазель Спорта Боде ЛВ из Риги. Прогуливаясь по местам соревнований и журналистка Курзомского телевидения обнаружила много интересного. Здесь мы примеряем профессии. Люди могут прийти и примерить разные профессии. Например, какие? Вот я хочу попробовать. Кем вы работаете? Я журналистка. Может, вам тогда попробовать стать водителем трамвая? А как я это узнаю? Нужно сначала сюда просунуть голову, посмотреть в камеру и улыбнуться. Вот на этой домашней странице вы введете код и все фото ваше. И тогда я узнаю, какая профессия мне подходит. Посмотрим. На соревнованиях гетто-дэнс было жарко. Состязания проходили в таких стилях, как хип-хоп, хаус и поппинг. Среди танцоров хип-хопа сильнейшим был признан Рейх Мастац из Латвии. В состязаниях по хаус победу одержала группа Афри Хаус с представителями из Германии и Швеции. В свою очередь, среди поппинг-танцоров лучшим был признан Шева из Польши. А на проспекте Лейлайс испытывали на прочность асфальт со своей компанией Янис Розетис. Не все получилось, но бывало и лучше. Много что из программы не удалось, но люди со стороны этого не видят. Но мы-то свои ошибки знаем. А как проходят ваши тренировки? Как вы придумываете эти позы? Сначала в постели, а потом на мотоцикле. А как вы решили заняться этим спортом? Мне нужно было ехать и все. Попробовала и так все началось. Это совсем не страшно, а наоборот интересно. Каждый раз что-то новое. И в этот раз тоже было что-то новое и интересное. Ты сам сконструировал этот квадроцикл? Это супер квадроцикл. Да, он самодельный, я сам его зимой сделал, но он еще не готов. Это было в своем роде испытание. Я только третий раз на нем катаюсь. Можно назвать это и тренировкой? Ведь специальной программы не было, и сейчас ясно, что еще нужно переделать. Вот поеду в гараж и попробую. А мотоцикл с кругом тоже самодельный? Да, но это не мое изобретение. Это старый мировой трюк. Я только повторил его. Да, он тоже самодельный. А как вы эти трюки придумываете? Делаем, что можем. Собираем это все вместе, а как собрали, думаем, что еще можно добавить. По традиции в заключительный день прошли соревнования по BMX и MTB фристайлу. Но подробнее об этом в одном из наших следующих выпусков. Анита Рыжик, Гита Мартинс и Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение.